Всем привет, друзья! Это программа «Итого по зато», и в ней мы традиционно подводим итоги уходящей недели. Сегодня нас любезно пригласили снять нашу передачу в ателье мебели «Лофт» на Музруково, 22. Ребята делают мебель по индивидуальным проектам на собственном производстве. Ну и, соответственно, я просто не мог пройти мимо названия «Лофт», потому что это мой любимый стиль. У меня и офис, и дом, собственно, в этом стиле оформлены. Сегодня расскажем о дронах под Кстово, о том, как у одного саровчанина чуть не угнали садовый участок, и вкусном розыгрыше от группы «Зато новости», в которую мы ходим за нашими информационными поводами. Поехали! Соответственно, самая главная новость у нас сегодня – это розыгрыш от группы «Зато новости» трех вкусных пицц. Можете туда зайти, вы еще успеваете, потому что, соответственно, итоги подводятся в понедельник, и таким образом получить пиццу от Ямми. Надо сказать, что это, конечно же, лайфхак. После того, как нас заблокировали и мы вернулись, нам нужно вернуть свои позиции, поэтому мы такой розыгрыш и проводим. Участвуйте и наслаждайтесь вкусной пиццей. У Ямми все вкусное. Вторая по охватам новость – это фотография дворового проезда рядом с магазином «Пятерочка», который располагается на улице Зернова в бывшем магазине «Колхозный». Мы в комментариях к этой фотографии написали, что в городе появился снежный полигон для тренировки водителей. Понятное дело, это шутка, потому что у нас на самом деле такой полигон практически по всему городу. Надо отметить, что в последнее время я действительно заметил эту тенденцию. Все-таки техники на улице стало больше. Уже под конец недели прям реально по городу едешь, и видно, что техника работает, и, соответственно, снег вывозится. А вот с дворами по-прежнему все плохо. То есть у нас где-то почищено, но, в принципе, проехать очень тяжело. Я вот сегодня ехал и действительно прям такой вспомнил, что на самом деле даже в прошлом году такой ситуации не было. То есть на достаточно ходовых проездах по-прежнему снежная каша, жуткая колейность, какие-то ледяные надолбы, и, соответственно, ездить не очень приятно. Когда эту ситуацию победят, непонятно. Единственное, опять же, что нам внушает оптимизм, что по приметам, поскольку у нас крещение было теплое, соответственно, каких-то морозов не предвидится. Поэтому и природа будет помогать, снег будет подтаивать, ну и, соответственно, его будет легче сгрести и убрать с помощью техники и простых рабочих рук. Работягам, кстати, привет, молодцы, спасибо, старайтесь, мы действительно видим вас на улицах, но понимаем, что, в принципе, проблема в организации вашего труда, а не в ваших усилиях. Авдеев выпускал пост на эту тему, что все мы люди, в комментариях писали, что, да, с одной стороны, здорово, да, так вот, очаровывать людей, но то они ничего не делают. Есть нюанс. Дело в том, что, насколько я понимаю, как это, по моему субъективному мнению, на самом деле, пиарщики городской администрации как раз взяли курс вот сюда. То есть, мы, например, обоснованно критикуем, да, что вот неправильно организованы работы, а нас пытаются выставить такими, знаешь, вот, что мы, на самом деле, работяг шельмуем, да, вот на них наезжаем. Мы-то как раз прекрасно понимаем, что это не в людях дело, которое непосредственно занимается уборкой улиц, а в руководстве. Но вот такой вот пиар-ход. И Дмитрий Авдеев, видимо, в струе этого пиар-хода, видимо, попросили Димана, Диман сказали, напиши. Ну, вот, Диман написал. Нет, друзья, так не работает. Появилась информация о ДТП на Садовой. Дело в том, что там автолюбительница, которая перемещалась на автомобиле «Опель», сбила подростка, который, собственно, шел по обочине этой самой дороги. И родителей подростка, судя по всему, оштрафуют за недостаточное исполнение ими родительских обязанностей. Да, действительно, дорогие друзья, и такое тоже бывает. Поскольку пешеходы являются полноценными участниками дорожного движения, на них также распространяются правила. Соответственно, молодой человек вел себя неправильно. Пешеходы должны передвигаться по пешеходным переходам и, соответственно, тротуарам. Если такой возможности нет, допустимо идти по обочине. Но нужно двигаться навстречу идущему транспорту. А молодой человек двигался в том же направлении, что и «Опель». Видимо, снежная каша, недостаточность освещения привели к этому неприятному ДТП. Поэтому еще раз напомню, друзья, если вы находитесь в городе и двигаетесь по обочине, двигайтесь в направлении идущего транспорта. Очень хорошо будет, если на вас будут размещены светоотражающие элементы. А вот если вы двигаетесь по обочине вне городской черты, то закон прямо обязывает вас этими светоотражающими элементами оснащать свою одежду. Ну и родителям, соответственно, советую еще раз поговорить со своими детьми, рассказать о том, как правильно переходить дорогу, как двигаться по дороге и вообще как обезопасить свою жизнь от автотранспорта. Ну и, соответственно, еще раз напоминаю, что все это нужно сделать с личным примером. То есть вы показываете своим детям, как вести себя правильно, и таким образом полноценно выполняете свои родительские обязанности. Появилась информация в группе СНТ «Союз». Дело в том, что в СНТ «Союз» не так давно сменился председатель. То есть человек, который там был от зари времен практически, уступил свое место молодому человеку, который не так давно завел себе дачный участок. И, соответственно, сдружился с другими такими ребятами, молодыми, активными, и решил внедрить, так сказать, много всяких разных инноваций. И вот прошли выборы, председателя выбрали, и вдруг выяснилась интересная ситуация. Оказалось, что ряд документов, которые должны бы храниться в правлении, на самом деле там отсутствуют. И этим воспользовались люди, которые сами хотели стать председателями. Они подали в суд на нового председателя. И вот как раз в процессе суда выяснилось, что у одного из людей, который подал иск, какая-то очень новая членская книжка. Стали выяснять, и выяснилось, что эта членская книжка оформлена на дачный участок, который и так уже находится, ну, не в собственности, а закреплен за пожилым саровчанином аж с 1983 года. Этот человек от своих прав на участок не отказывался, все взносы платил, и, соответственно, все участники событий были очень удивлены. Новый председатель садового общества, соответственно, связался с БТИ и администрацией, и приостановил процесс приватизации этого участка на нового собственника. Ну, а старый собственник, вернее, его внук, написал заявление в полицию. Надо сказать, что с этими активными молодыми ребятами мы встречались в эфире «Умного радио». Они много интересно рассказывали о том, какие инновации они хотят внедрить для того, чтобы комфортнее было всем садоводам. То есть они уже электронные платежи собираются ввести, и, что самое главное, ввести открытую, доступную всем садоводам отчетность. Во-первых, чтобы каждый человек понимал, куда идут его деньги, а во-вторых, чтобы вот таких неприятных коллизий не происходило. То есть совершенно четко все документы должны быть закреплены в электронной базе, и таким образом планируется не допускать подобных угонов участков. 31 января на юности 13 приехали две пожарные машины. Это находится рядом с нашим офисом, соответственно, мы глазом туда посмотрели. Дыма видно не было, поэтому мы надеемся на то, что это был либо ложный вызов, либо по какому-то мелкому поводу. Вот здесь, кстати, хотел бы сказать, что на самом деле я давно наблюдаю за историей с пожарами у нас в городе Саров, и могу сказать, что серьезных пожаров у нас практически не происходит. То есть у нас торговый центр Атриум, когда горел, да, это было самое знаковое событие в пожарной истории нашего города. Это говорит о том, что у нас наши специальные службы действительно хорошо занимаются профилактикой. То есть у нас регулярно проверяют различные учреждения и, соответственно, делают замечания по поводу противопожарной безопасности. Видимо, поэтому пожаров у нас много и не случается. Ну и надо сказать, наши огнеборцы очень быстро реагируют на вызовы, своевременно приезжают и спасают нашу с вами собственность. Ну а мы продолжаем развлекать саровчан, дорогие друзья, и в этот раз мы разместили некий ребус. То есть мы сфотографировали один из домов города с разных сторон и предложили саровчанам угадать, где же этот дом находится. Надо сказать, что правильных ответов действительно было много. Но для нас это знак того, что, в общем-то, люди любят участвовать в подобных конкурсах. Ну не зря же новость взлетела в топах и чатах и, соответственно, получила большие охваты. Таким образом, дорогие друзья, вы и сами тоже можете нам помочь подобные конкурсы формировать. То есть присылаете, например, городские объекты, которые сфотографированы с разных сторон, и предлагаете другим жителям города угадать, где это находится. Единственный и теперь уже очень важный нюанс. Нас попытались нагнуть по авторским правам, и таким образом, соответственно, заблокировали нашу группу. Поэтому теперь существует определенная процедура, о которой вам может рассказать администратор нашей группы. Поэтому, если у вас есть желание вот такой ребус загадать саровчанам, соответственно, списывайтесь с админом, выясняйте, как правильно это сделать, чтобы не подставить группу. Подписчики прислали нам видео, на котором самолет 29 января кружит над нашим городом. В комментариях один из наших подписчиков написал, мы эту информацию, конечно, не проверяли, он написал о том, что это на самом деле так называемая летающая лаборатория. И занимается она тем, что проверяет электронные системы нашего аэропорта. Еще этот самолет называют калибровщик. Ну, в любом случае, к самолетам, летающим над нашим городом, мы уже привыкли. То есть, мы понимаем, в каком процессе участвует наш город, и, соответственно, как правильные саровчане, лишних вопросов не задаем, и просто делаем такие движения бровями. Ну, из неприятного, дорогие друзья, это областная новость. У нас телеграм-канал Нижний номер один сообщил о том, что ночью с 31 января на 1 февраля под Кстовом упали два украинских дрона. Это дроны самолетного типа. Их приземлило наше ПВО, то есть, с помощью РЭП радиоэлектронной борьбы. Они смогли подавить активность электронной этих самых дронов, и те упали в лесополосе, а их боевая часть не сработала. Кроме того, сообщается, что также дроны этой ночью были сбиты в Белгородской и Курской областях. Кроме того, была осуществлена массированная атака с помощью 20 ракет на Крым. Понятно, что это очень тревожная ситуация для нас, саровчан. Сразу вспоминается, помните, времена пандемии, когда мы реально сидели и наивно верили, что наш закрытый город может избежать ковида. Хотя все специалисты прекрасно понимали, что рано или поздно в каком-то виде это заболевание к нам придет. Примерно та же история и с СВО. Мы все прекрасно должны понимать, что так или иначе, вот подобные инциденты будут происходить и достаточно близко от нас. Понятно, что у нас в этом смысле формируется некая тревожность. Мы боимся за свою жизнь и за жизнь своих близких. Вот здесь, наверное, единственный совет, который даст вам психолог, это довериться специальным службам. То есть, надо вспомнить о том, что у нас существуют различные специальные службы, которые этим вопросом занимаются. И заниматься будут еще более серьезно после вот такого инцидента. Соответственно, оставьте эту историю им, пускай они этим занимаются, а сами занимайтесь тем, чем вы и должны заниматься. То есть, активно работаете на благо страны. Таким образом, мы можем со своей стороны помочь нашей стране выставить в этой самой специальной военной операции. Ну, а теперь, друзья, про деньги и про нашу страну. С 1 февраля у нас повысился материнский капитал. То есть, у нас за первого ребенка повысили почти на 40 тысяч, и теперь эта выплата составляет 630 тысяч рублей, и почти на 60 тысяч подняли выплату за второго ребенка. И теперь эта сумма составляет 833 тысячи рублей. Программа по материнскому капиталу внедряется в нашей стране с 2007 года. И это, дорогие друзья, сильно расстраивает. Потому что, когда я получал материнский капитал, его давали только за второго ребенка, и сумма была всего порядка 300 тысяч. Но, с другой стороны, этот сертификат моя семья смогла реализовать, и мы действительно улучшили наши жилищные условия. Поэтому приятно, что, да, у нас страна занимается поддержкой детства, и людей, так сказать, стимулирует плодиться. В принципе, суммы серьезные. Кроме того, сейчас очень много разных вариантов, куда вы можете потратить этот самый материнский капитал. Если раньше нужно было ждать 3 года, то сейчас достаточно быстро можно его вложить, соответственно, в улучшение жилищных условий, в образование своих детей, или в образование мамы, например. Ну и на другие разные полезные штуки этот материнский капитал можно направлять. Поэтому, дорогие друзья, плодитесь и размножайтесь. С другой стороны, про материнский капитал довольно грустно. Всякие передачи а-ля мужской, женской, пусть говорят. Там же регулярно бывают гости, которые... Зачем вызвали детей? Ну как зачем? Маткапитал. А потом узнали, что его не на руки дают. А-а. А там как-то вот целевые... Погорячились, да. Да. Слушай, ну такая история есть, и это как бы, как обычно, в любом хорошем деле всегда есть негативные продолжения. Это у нас во всем так устроено, и поэтому, да, действительно, американцы уже давно с этим столкнулись. То есть, когда пособие давать по безработице этим безработным неграм, которые никогда не работали, они начинают просто плодиться, потому что прекрасно понимают, с каждым следующим ребенком благосостояние вырастет. А с другой стороны, люди, которые и так замотивированы на рождение детей, им, в принципе, ну, как бы это в плюс, конечно, деньги, но это не основные мотивирующие факторы, они просто заводят детей, а, ну вот еще и деньги дали. Поэтому вот как-то странно работает вообще вот эта история с материнским капиталом или нет, не знаю. Либо, ну, опять же, тоже качество населения, потому что если дети рождаются в неблагополучных семьях, их родили, извини меня, для получения денег, то такое себе, нужен ли нам такой народ. Будем смотреть. На следующей неделе в Сарове столбик термометра поползет вниз. От минус 2 в понедельник до минус 8 к выходным. Все это время нам обещают снег, а в такую погоду лучше всего сидеть дома. А сделать дом или офис уютным поможет ателье мебели Лофт. У них собственное производство, и работают они по индивидуальным проектам. Приходите на Музруково 22. Или ищите ВКонтакте. Ателье мебели Лофт Саров Арзамас. На этом все, дорогие друзья. Это была программа «Итого по зато». Подписывайтесь на наш канал. Сейчас в последнее время, кстати, очень серьезно развивается, поэтому успейте заскочить в этот поезд. Ставьте лайки, можно ставить дизлайки, можно писать всякие разные комментарии, рекомендовать это видео друзьям, и в целом следить за жизнью города с помощью программы «Итого по зато». Кстати, на этом канале начало выходить наше скетч-шоу, которое называется «Тем временем Сарове». Первый ролик собрал достаточное количество просмотров, поэтому мы будем продолжать эту историю. Надо сказать, что в этом ролике снимаются наши саровчане. Это актеры, которые занимаются актерским мастерством у Юлии Французовой. Замечательная актриса нашего театра, которая вот как раз этой деятельностью и занимается. Поэтому мы с удовольствием, кстати, будем открыты для ваших идей. Если вы подмечаете что-то интересное и характерное для Сарова, то присылайте эти истории нам, и, возможно, ваши истории станут сюжетами для наших следующих выпусков. А на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok